Всех приветствую! Я Елена, канал Дачный Креатив. Сложно представить современный сад, даже небольшой, в котором нет хотя бы одной розы. Или даже целый розарий с розами разной высоты, строения куста, формы и окраски бутонов, наличие аромата и так далее. Смотрятся такие розарии при умелом уходе превосходно. Хотя многие сорта требуют укрытия на зиму и неприхотливыми розами назвать сложно, но ради такой красоты садоводы готовы даже строить домики для роз на зиму и летом розы благодарят их за заботу пышным великолепным цветением. Я пока с розами на вы. У нас в саду роз хоть и немало, но все безымянные, давно покупались, хотя зимуют все без укрытия. В прошлом году осенью я купила первую свою остинку розу селекции Дэвида Остина Абрахам Дерби, но пока не делая ее цветение, надеюсь, получится полюбоваться уже в следующем году. Пока присматриваюсь к другим сортам этой группы, сегодня небольшой экскурс в историю и немного красивых сортов Дэвида Остина. Дэвид Остин родился в 1926 году в простой семье фермера в Англии. Интерес к розовому Дэвида появился, когда его сестра подарила ему в день 21-го летия книгу Буньерда «Старые садовые розы». Вначале Дэвид Остин занимался выращиванием старинных роз в качестве хобби, хотел создать современный сорт, который объединит в себе характеристики забытых видов английских роз и при этом будет соответствовать новым требованиям, в том числе устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. Главной задачей было придать новым розам способность к повторному цветению и развитию в различных климатических зонах. В 1961 году была создана первая роза Constance Spray. Она относится к пионовидным розам. Крупные цветки чешевидной формы, розового цвета и обладают стойким ароматом. Constance Spray распускает бутоны лишь один раз в году. Несмотря на это, приобрела большую популярность среди садоводов и остается актуальной и популярной до сих пор. В 1984 году было уже представлено порядка 50 сортов роз, полученных путем селекции старых английских видов с чайно-гибридными розами, группой флорибунды и диким шиповником. Остинки отличаются широкой цветовой палитрой, способностью расти на обедненных почвах, устойчивостью к плохим условиям среды. Большинство повторно цветущие, некоторые способны к многократному непрерывному цветению. Главный плюс – пониженная требовательность к освещению розам для развития достаточно 4 часов светового дня. И большинство сортов Дэвида Остина устойчивы к различным грибковым заболеваниям. Уже существует более 200 сортов, и они пользуются большим спросом среди любителей и профессиональных садоводов. При этом сорта Дэвида Остина пока не входят в классификацию розоцветных. У всех культур Дэвида Остина форма бутонов, как у старинных розовых кустов, тишевидные, розеточные и помпоневидные. Конусообразные или бокаловидные цветки, как у чайно-гибридного вида, Дэвид Остин в ходе скрещивания отбраковывал. Каждый сорт отличается своим насыщенным ароматом. Сорт «Rose Jude the Obscure» считается самой ароматной розой Дэвида Остина. Ее запах способен составить конкуренцию даже настоящим французским духам. Крупный кустарник и высоту и в ширину до 1,20-1,30 м. Листовые пластины темно-зеленые, глянцевые. Цветки очень крупные, 12-14 см в диаметре и округлой формы. Цвет мягкий, нежно-желтый в центре и бледный абрикосовый по краям. Даже полностью распустившиеся бутоны не открывают лепестки до конца. Всего в каждом бутоне может быть до 70 лепестков. Роза повторно цветущая. Сорт «Морозостоек» хорошо переносит низкие температуры до минус 30 градусов. И еще немного сортов. Роза «Эглантин» кустарниковая. Цветки крупные, густомахровые. Лепестки поднимаются на краях, формируя изящную мелкую розетку, заполненную мелкими розовыми лепестками. Аромат сладкий и тонкий, как у старинных роз. Куст высотой около метра и шириной около 90 см. С пышной здоровой листвой. Повторно цветущая роза. Далее роза «Личфилд Энджел», также кустарниковая. Бутоны в начале цветения похожи на очаровательные розовые чашки. Формируют аккуратные, красивые, густомахровые розетки с мягкими кремово-абрикосовыми лепестками. Распускаясь, лепестки отгибаются и образуют большой куполообразный кремово-белый цветок. На пике цветения почти чистый белый эффект. Аромат легкий, с налетом гвоздики. Куст высотой до метра двадцати. Зимостойкий сорт. Способность к повторному цветению хорошая. Далее роза «Тесс Овза Денбервиль», также кустарниковая. Цветок темно-малиново-красный, чешевидный. Края внутренних лепестков загнуты внутрь цветка. Цветок густомахровый 75-80 лепестков. Обладает насыщенным ароматом старой розы. Цветение очень обильное, продолжительное. Цветки собраны в небольшие соцветия. Побеги поникающие. Лист темно-зеленый, крупный, глянцевый. Высота около 90 см. Цветет также повторно. Зимостойкость до минус 23 см. Далее роза «Пилигрим», также кустарниковая. Цветок чисто-желтый центры. Внешние лепестки кремово-белые. Цветок розетковидный, густомахровый. 150-170 лепестков. Обладает насыщенным ароматом классического чая с нотками мира и специй. Лист ярко-зеленый, средний, полуглянцевый, кожистый. Высота 80 см. Также повторно цветущие розы и зимостойкость также до минус 23 см. Далее «Квинн оф за Шведен», «Кристина», также кустарниковая. Небольшие округлые бутоны, глубоко чешевидные цветки и постепенно раскрываются до слегка чешевидных розеток. Очень аккуратные и симметричные, что придает им дополнительное очарование. Цвет нежно-розовый, иногда с абрикосовым оттенком. Куст высотой до 1,20 м с мелкой листвой. Цветет повторно. Зимостойкость также до минус 23 см. Далее «Роза Рольддаль», розово-абрикосовых тонах, кустарниковая. Бутон очень красивый, оранжево-красный, с розетками абрикосового цвета. Махровый с прекрасным, сильным и устойчивым чайным ароматом. Цветение обильное, почти непрерывное. Куст привлекательный, округлый, густой, высотой до 1,20 м и зимостойкость также до минус 23 см. Далее «Роза Манстед Вуд». Цветок малиновый со светлой внешней стороной лепестков. По мере распускания становится темно-красным-бархатным. Чешевидный до плоско-чешевидного и густомахровый. 70-75 лепестков. Аромат старой розы с нотками ежевики, черники и сливы. Лист средний, по величине зеленый, молодой бронзово-красный, матовый. Высота 90 см. Цветет повторно. Зимостойкость также до минус 23 см. Далее «Роза Транквилити» безмятежность. Махровые цветки закругленной формы с аккуратно уложенными лепестками, образующими идеальную розетку. Распускаются бутоны с легким желтым оттенком. На пике цветение становится чисто белыми. Аромат легкий яблочный. Цветение почти непрерывное. Побеги практически без шипов. Постепенно изгибаются наружу верхней части, образуя красивый кустарник. Листва светло-зеленые, типичные для мускусной розы. Очень устойчивы к заболеваниям. Куст высотой 120 см. Зимостойкость до минус 23 см. Далее «Роза Леди Эмма Гамильтон». Цветет кистями слегка ароматных оранжево-желтых розовых цветков. Кустарниковые цветки состоят из 20 лепестков. Довольно крупные, чешевидные. Окраска очень яркая. Первая волна цветения обильная, следующая менее обильная. Куст достаточно сильный, высотой 75 см. Растет быстро, вынослив, со слабым ароматом. Повторно цветущая зимостойкость до минус 23 см. Далее «Роза» «Алнвик Роуз». Цветки средних размеров хороши на всех стадиях распуска. Вначале глубоко чешевидные, с загнутыми внутрь лепестками, постепенно немного раскрываются. Розовые, показывая легкий желтый оттенок в центре. Сильно пахнут розовым маслом с оттенками малины. Листва густая, блестящая. Высота 1,10 м, повторно цветущая. Зимостойкость до минус 23 см. Далее «Роза Принцесс Энн», «Принцесса Анна». Цветок темно-розовый с красным оттенком. По мере распускания становится ярко-розовым с желтоватой обратной стороной лепестков. Форма чешевидная. Цветок густомахровый, 80-100 лепестков в бутоне. Обладает насыщенным ароматом с нотками чая. Цветение обильное, непрерывное. Цветки собраны в соцветия. Лист светло-зеленый, средний по размеру, глянцевый. Высота 90 см. Зимостойкость также до минус 23 см. Далее «Роза Крон Принцесс Маргарет». Цвет абрикоса оранжевый, густомахровый, 90-110 лепестков. Обладает насыщенным ароматом старой розы с фруктовыми нотками. Высота 90 см. Лист средний зеленый, молодой, с антоциановой окраской. Полуглянцевый, практически не имеет шипов. Зимостойкость до минус 23 см. Цветет повторно. Далее «Роза Принцесса Александра Офкент», «Принцесса Александра Кентская». Цветок розовый, перламутровый, чешевидный, густомахровый. 90-100 лепестков. Обладает насыщенным ароматом старинной розы с нотками чая и лимона. По мере распускания приобретает аромат с нотками черной смородины. Высота 90 см. Лист темно-зеленый, средний по размеру, полуглянцевый. Цветение также повторно. Зимостойкость до минус 23 см. Далее «Роза Уильям Энд Кэттерин». Особенно красивые розы с классическим мелким и очень наполненным лепестками цветком. Цвет при распускании мягкий сливочный абрикосовый, который быстро переходит в кремовый, а затем в чисто белый. В центре каждого цветка пуговка из сложенных внутрь лепестков. Аромат интенсивный миртовый. Зимостойкость до минус 23 см. Цветение непрерывное. Следующая «Роза Спирит Ов Фридом. Дух Свободы». Цветок нежно-розовый по мере распускания становится лилово-розовым. Чешевидный, махровый. Обладает насыщенным ароматом с нотками миры. Цветки собраны соцветия. На одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 14-15 цветков одновременно. Роза сильнорослая, до полутора метров. Лист темно-зеленый с серым оттенком. Средний по размеру полуглянцевый. Повторно цветущая «Роза». Зимостойкость до минус 23. Далее «Роза Порт Сандлайт». Цветок абрикосовый. Внешние лепестки палевые, практически махровый. Обладает насыщенным ароматом старинной розы с нотками чая. До метра в высоту. Лист темно-зеленый, молодой с антоциановой окраской. Средний по размеру полуглянцевый. Повторно цветет. Зимостойкость до минус 23. Далее «Роза Кустарникова» Дарси Басл. Внешние лепестки формируют идеальное кольцо вокруг внутренней чашечки. Постепенно лепестки отгибаются вниз, формируя идеальную розетку. Окраска густомалиновая, приобретает сиреневый оттенок перед самым опадением лепестков. Аромат приятный, фруктовый, с нотками зелени. Зимостойкость также до минус 23. Высота около метра. Цветение непрерывное. Далее «Роза Винчестер Кафедрал Винчестерский собор». Куст хорошо ветвится, сматывая листвой. На верхушке побегов красноватые бутоны, из которых появляются чистые белые цветки. Душистый, со свежим сладким ароматом старинных роз. Мёда и цветущего миндаля. Форма цветков рыхлая, несколько неопрятная. Роза обильно цветет всё лето и осень. Зимостойкость до минус 23. Высота около метра двадцати. Следующая роза «Джеймс Галвей». Цветок от светло-розового до тёмно-розового в центре. Розетка видна до квадратного. Густомахровый. 110-130 лепестков. С ароматом старинной розы. Роза высокая, сильно рослая и практически не имеет шипов. Высота – метр двадцать. Лист тёмно-зелёный, крупный, полуглянцевый. Повторно цветущие розы. Зимостойкость до минус 23. Далее роза «Джентл Гермиона». Нежная Гермиона. Красиво округлённые бутоны постепенно открываются в махровые тишевидные цветки. Лепестки чисто розовые, с мягким румянцем на внешней стороне и чисто розовым центром в середине. Аромат – розовое масло с оттенками миры. Лепестки держатся хорошо даже при дожде. Образуют округлый и привлекательный куст высотой до 120 см. Побеги слегка изгибаются. Зимостойкость до минус 23. Повторно цветущая роза. Ещё одна роза на сегодня. Роза «Тиссинг Джорджия». Цветки кремовые белые по краям и золотисто-жёлтые в центре с оттенками мёда, сливок и лимона. Густомахровые, чешевидные, иногда склоняются под собственным весом. Обычно появляются по одному, но иногда в небольших соцветиях. Листва блестящие, побеги с небольшим количеством шипов. Аромат очень сильный, сладкий, фруктовый. Зимостойкость также до минус 23. Высота – метр двадцать. И также эта роза повторно цветущая. Невероятная красота. К сожалению, зимостойкость у большинства до минус 23 маловато. Зимовать в средней полосе без укрытия будут, но с обрезкой, что, к сожалению, скажется на обильности цветения уже в следующем сезоне. В описаниях сортов из разных источников могут быть разночтения, как минимум по высоте, так что буду благодарна и за уточнение, и за комментарии. Дэвид Остин напомнил миру забытую красоту старых английских роз, сильным ароматом, крупными бутонами и устойчивостью к различным грибковым заболеваниям. И его сорта завоевали уже множество наград по всему миру. На этом заканчиваю. Всем большое спасибо. Красивого сада. До новых видео. Пока.